Овечья шерсть – один из самых прибыльных бизнесов в мире. Правда, под сбыт идет лишь танкорунная порода. В Бурятии разведение этих золотых овечек забросили еще в 90-х. Однако сегодня эту идею решили возродить. Мы другую шерсть не можем брать на сегодняшний день. Только танкорунную шерсть. Вокруг овечьей шерсти возвели целый промышленный кластер, в ней фермеры, обработчики и даже минобрас. Местные колледжи готовы подкинуть молодые кадры. Во главе всей этой танкорунной машины предприятие «Ажуртекс». Но пока ему явно не хватает топлива. Тонкой и полутонкой шерсти в общем объеме производства шерсти составляет у нас около 20%. Но вот СПИЛ Маладон озвучивала, что у них потребность – это 1000 тонн шерсти. Но на сегодняшний день мы можем обеспечить только 114 тонн. По всей Бурятии шерсть поставляет два хозяйства. Общее поголовье – около 200 тысяч. До развала Союза эта цифра достигала 2 миллионов. Спрос на танкорунку упал в 90-е. Плюсом сама порода крайне прихотлива в содержании. На сегодня резко подрос интерес. Но золотые овцы отнюдь не кролики. В республике Бурятия на сегодняшний день его мало, где-то 40 тонн. Но в Забайкальском крае около 400-500 тонн есть. Можно его перерабатывать. Я бы, не поддерживая определенные усмешки, я бы сказал, что развитие текстильного производства для республики Бурятия – это развитие экономики целой отрасли. То есть мы, прежде всего, конечно, думаем о том, чтобы республика процветала и зарабатывала на этой отрасли. До Буруно и впрямь стало золотым, правительство предлагает целый ряд субсидий. Меры господдержки начинают с закупа, переработки до реализации. Помимо льготных кредитов, в этом году обещают появление Байкальского текстильного комбината. Это огромная структура со множеством рабочих мест. А вместе с ним, глядишь, и овечек не придется планировать.